ребята всем привет всем привет не только бывают солнечные дни у нас этим бывают и дожди сейчас очень хороший такой ливень пролил пролил наш огород слава богу вот и пока мы едем в центр сочи показываем вам нашу красоту наши пальмы и так далее хотел бы затронуть очень важную интересную тему я думаю что многим она понравится вот к нам часто приезжают наши друзья родственники из наших же регионов и вот конечно же после того как мы прожили здесь уже семь с половиной лет вот 8 год у нас уже идет мы достаточно успешно здесь закрепились в покупке недвижимости и прошли вот это вот так называемую успеть последний вагон до успеть запрыгнуть на волну когда недвижимость здесь была более доступная не было такого сильного разрыва между даже московскими ценами даже подмосковными и нашего региона из владимирской области специально хочу затронуть эту тему почему потому что вот буквально вчера вчера вот нам прислали наши родственники говорят вот смотрите ваш дом находится в продаже марин как у тебя сердечко ёкнуло не вообще не ёкнула я уже во первых наш дом если кто не понял это тот дом в котором мы жили который мы продали когда переехали сюда а теперь новые покупатели уже спустя 7 лет тоже его продают ну мы с ними связь не поддержим поэтому не знаю какой причине его продают вот объявление написано что связи с переездом у меня совсем ничего не ёкнуло я уже давно от этого дома ну отвыкла и не знаю но я не сказать что вот очень сильно страдала когда мы его продавали и сейчас посмотрела на фотографии там но очень много чего переделано уже то есть он уже и не наш даже вот да по ощущениям уже все там уже все не наши да там ну и обои и мебель второй этаж даже перепланировка некая сделана ну нет мне вообще ничего не ёкнуло нет знаете почему я дом затронул именно в цене вот так мы продали марин за сколько и в каком году давай вспомнил за три с половиной где-то за три с половиной миллиона мы продали в восемнадцатом году по 17 а в семнадцатом году там уже 17 переехали семнадцатом же и продали то есть за вот это вот промежуток времени за семь лет грубо говоря продажи я вам скажу что дом вообще не вырос цене знаете почему хотя его продать час за 9 миллион потому что новый собственник благоустроил участок вложил я видел там ну приличные деньги то есть и подпорные стенки сделал и построил новую баню и тропинки и сделал второй этаж переделал на первом этаже полностью весь ремонт ну и соответственно другая мебель уже видно что наши старые мебели вообще там не осталось ничего полностью второй этаж еще сделал то есть из 80 наверно квадратов у него получилось наверху еще где-то 60 где-то 120 где-то 140 даже квадратов сам дом вы вышел со всеми делами и вот 9 миллионов это его тактичная цена за которую еще нужно продать этот дом то есть это не факт да факт том что еще придется скорее всего скинуть ради того что сейчас не такой покупательской способность я это веду к чему потому что вот опять же возвращаясь самого начала наши друзья и родственники говорили вот вы такие молодцы у вас там все получилось нужно всегда делать во время вот есть такие города конечно я ничего не хочу сказать про остальные но есть такие города в которых недвижимость фактически даже если дорожает она дорожает ну не настолько много на уровень инфляции грубо говоря да тут есть там где-то 10 там процентов вот 10 процентов в год за это время она подорожала пример если мы берем многоквартирный фонд нашего города в котором мы проживали то он конечно же подорожал почему потому что цена когда мы уезжали было около 40000 за квадратный метр сейчас предлагают новостройки в строящейся комплексе по 85-90 тысяч за квадратную практически в два раза но почему земля или дома не подорожали меня почему-то голове это не укладывается относительно вот на днях получается у нас тоже был участок который выставили на продажу покупали его тогда за 100 тысяч это были 150 даже да а продали сейчас в итоге за 650 за ненадобностью но при этом ума не приложу земля абсолютно равнина с коммуникациями менее чем 100 километров от от москвы в построенном уже таком застроенном месте да это под киржайским районом я вот не понимаю это учет 40 тысяч за сотку там например это чё цена земли то есть вообще как-то ну сложно понять что вот именно в таких вот городах почему-то вот недвижимость она не инвестиционно привлекательна ну смотри ты говоришь что типа дом не подорожал да вот наш бывший дом не совсем не подорожал то то что хочешь сказать что мы его продали за три с половиной часа не продают за 9 то есть это пять с миллионов это что они только чисто в него пять с половиной вложили никакого тут нету роста цены что ли нет смотри мы определяем именно роста коэффициента цены насколько допустим здесь подорожала недвижимость например ну а как сравниваешь разные города я и говорю что есть такие города в которых цена вообще не растет только уровень инфляции то есть если грубо говоря квартиры которые были 40 тысяч за квадрат стали там 85 90 вот на этот уровень максимально он и подрос не более того а в других городах он подрос в два в три в четыре раза понимаешь потому что зависит от города вот я чему говорю что вот это максимальный уровень который вот там зашел именно вот какой-то уровень инфляции и поэтому мне как-то непонятно неужели люди те которые вот планировали когда-то переезд и не стали вот как вам сказать не стали принимать все меры к тому чтобы взять и продать и сменить свою жизнь не вкладывая в одно и то же место а пошли каким-то другим путем могли бы сейчас действительно также иметь хорошее вложение в недвижимость просто не может цена во всех городах расти одинаково потому что все города разные я не знаю напишите ребят в комментариях вот интересно ваши вот недвижимость вашем регионе насколько она подорожала потому что я вот слышал в челябинске тоже в два раза там подорожала недвижимость других каких-то городах могут понятно москва она также за это период времени также успела подорожать также как и наш подмоскованный этом квартиру упали в районе трех миллионов 200 тысяч до сейчас уже с ремонтом и не под 78 миллионов зависимости от чего-то просто вот обидно за то что как тебе сказать наши друзья нам допустим из того региона а у них была была бы возможность еще с нами в тот же момент изменить свою жизнь ведь они многие приезжают когда уже поздно вот у нас уже не то мы тут в дом вложены так дали сказать что тогда на момент нашего отъезда шансы были даже шансов нет потому что там не так выросла а здесь выросла сильно это зависит от города сто процентов вот такое вот мнение конечно напишите тоже в комментариях были ли у вас такие случаи это зависит от спроса вот от чего это зависит спрос тоже просто здесь высокий а там нет ну наверное но просто я хочу подчеркнуть что еще есть такая возможность еще осталась такая возможность если обратить внимание допустим на крым потому что пока еще там инвестиционные интересные есть варианты которые взорвутся в цене этого для людей которые вот знаете есть последний шанс переехать в экологически чистое место с инфраструктуры который сейчас там все подготавливает то есть заранее прощупывайте почву продумывайте так сказать варианты которые потом ну они потихоньку исчезают их не будет хороших вариантов и уже многие умные грамотные люди уже об этом задумались и покупает даже дистанционно потому что например но не у всех хватает на сочи например да кто-то кидается под краснодар а потом краснодаре не совсем комфортно потому что ну вы знаете мечта жить у моря это одно а мечта жить в мегаполисе в котором так сказать очень сильно жарко и пробки и густонаселенный город без зелени это совсем другое поэтому имейте это ввиду при выборе конкретно место для переезда все подписывайся лайк удачи пока